Здравствуйте с главными событиями к этому часу в студии Ирина Нижалова. На ликвидацию природного пожара в сторону села Коткино вылетел отряд спасателей. Напомню, 13 июля в четверг система дистанционного мониторинга зафиксировала первую термоточку на территории округа. К месту возгорания вылетели сотрудники МЧС и руководитель Ненецкого лесничества, чтобы оценить масштабы возгорания. Как пояснили в поисково-спасательной службе региона, оперативная группа уже добралась до места пожара на вертолете Ми-8 и приступила к осмотру территории. Возгорание обнаружено в 165 километрах от Нренмара, на 45 километров юго-западнее села Коткино. По информации спасателей, на данной территории меньше водоемов, чем в центральной части региона, что может осложнить процедуру тушения пожара. Предполагается, что на месте будет разбит лагерь и организован командный пункт. Сегодня на оперативном совещании вице-губернатор Ненецкого округа Сергей Боенко обратился к главу муниципалитетов с просьбой совместно с представителями ОМВД и руководителями организации обратить особое внимание, на обеспечение мер пожарной безопасности в регионе. 45 километров юго-западнее населенного пункта Коткино площадь пожара на данный момент составляет по результатам авиаразведки 1,4 гектара. На 9 часов сегодня планируется выбор сводной аэромобильной группировки округа в составе 8 человек для ликвидации данного пожара. Пожароопасный сезон в Ненецком округе установлен с 23 июня. С тех пор ситуация в лесу отслеживается через информационную систему дистанционного мониторинга Рослесхоза. В круглосуточном режиме продолжает работу телефон диспетчерской службы лесного хозяйства 4-01-73. Обратившись по нему, жители округа могут сообщить информацию о пожарной опасности в лесах и о лесных пожарах. Недопущение разжигания открытого огня, проверку наличия первичных средств пожаротушения, уточнение списка добровольцев, предлагаю делать это дважды в сутки, организацию патрулирования, в том числе в местах несанкционированного купания. Особое внимание уделить организации времяпрепровождения детей на территории муниципальных образований. Продолжение следует...